В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день апреля с погоды. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура ночью 6-8, а днем 16-18 градусов тепла. Своевременная оплата долга является гарантией отмены принудительных мер. В этом уверяют судебные приставы. Как избежать этих принудительных мер, а также почему возникают ситуации, когда должник погашает какую-либо задолженность, но взыскания при этом продолжаются? На эти вопросы в эти минуты моей соведущей Белли Джазаевой ответит инспектор отдела организации исполнительного производства, исполнительного розыска, реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии Мадина Каркмазова. Доброе утро всем. Доброе утро, Мадина. Благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Мы сегодня будем говорить на очень актуальную для многих людей тему. Тема у нас такая «Своевременная оплата долга. Гарантия отмены принудительных мер». Скажи, пожалуйста, как можно избежать вот этих принудительных мер? Потому что очень многие люди из-за этого, ну, как говорится, страдают. Применение принудительных мер в рамках исполнительных производств имущественного характера возможно в случае полного и своевременного погашения задолженности. Граждане, должники или же представители юридических лиц, они могут получить необходимую информацию о ходе исполнительного производства через банк данных исполнительных производств. Данный сервис предусматривает получение всей необходимой информации о ходе исполнительного производства, а также удобный способ оплаты для должников. Должникам данный сервис формирует квитанцию в режиме реального времени. Соответственно, через данную квитанцию должникам будет удобно оплатить или через кредитные учреждения, или же через приложения. Также предложат оплатить через портал государственных услуг. Дистанционный способ оплаты позволяет должникам и гражданам избежать посещения отделения судебных приставов и в то же время гарантирует окончание исполнительных производств и отмену всех мер принудительного исполнения. Мадина, скажи, бывает ли так, что человек погашает свою задолженность, а взыскания продолжаются? Я просто слышала несколько таких случаев, когда люди как-то недовольны, что-то там произошло. Они как бы погасили свою задолженность, а взыскания идут? Это действительно важный момент, на котором необходимо остановиться. То есть бывают случаи, когда, как вы уже говорили ранее, бывают случаи, когда должники полностью оплатили задолженность, но мера принудительного исполнения у судебных приставов и исполнителей соответственно действует. То есть такое возможно в случае, если должники граждане или же представители юридических лиц оплачивают задолженность, погашают задолженность напрямую взыскателем, то есть минуя судебных приставов и исполнителей. И в свою очередь не предоставляют необходимую информацию, то есть подтверждающую документы судебным приставам и исполнителям. В связи с этим у судебного пристава и исполнителя отсутствуют данные об оплате и действуют все меры принудительного характера. Вот к судебным приставам как можно обратиться? Только по телефону, когда возникает какая-то проблема? Для получения необходимой информации управлением Федеральной службы судебных приставов создана группа телефонного обслуживания, то есть по номеру 8 878 221 56 18. И должники граждане и представители юридического лица могут получить информацию о ходе исполнительного производства. Помимо этого, Федеральной службой судебных приставов по номеру 8 800 303 400 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота. По всем интересующим вопросам должники граждане, а также представители юридических лиц, также могут обращаться в структурные подразделения в рабочее время с 9 до 6 вечера. Ну что же, я благодарю тебя за полную информацию. Желаю успехов в работе. Спасибо. Всего доброго. Сегодня день космонавтики. Годовщина первого полета человека в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин открыл новую страницу в истории человечества. И сейчас было бы здоровье и огромное желание. И вы тоже можете оказаться в космосе. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok